В женской одиночке конкуренция всегда самая большая. Юношеское первенство России по фигурному катанию на коньках не исключение. До начала прокатов определить фаворитов тяжело, все девушки сильные и все прошли строгий отбор. Все хорошо катаются, стабильные, красивые тоже. То есть так прям четко не сказать, кто соперник. Мы проходили очень много программ, катали. Ну, сильная сторона, как бы надо делать все, там, вращение, скольжение и вторую оценку еще догонять. В заявке и мордовская фигуристка Мария Красноженова. Она только начинает покорять высоты большого спорта. Ее результат в короткой программе стал 24-м, и это неплохо для спортсменки, набирающей опыт. Мы приглашаем вот второй раз уже мордовских фигуристов на детские сборы. Детские сборы – это дети там, ну, 11-12 лет. Причем очень приятно было то, что с ними приехала тренер, которая первая стала мастер спорта в Мордовии. И она уже сейчас работает тренером. Она приехала со своими детьми. Я думаю, что у них все впереди. Ну, а победительницей в короткой программе стала Дарья Садкова из Ёжкоролы, москвичка Маргарита Базилюк – вторая, еще одна столичная спортсменка Елена Костолева – третья. Затем в противостояние вступили пары. Они также показывали короткую программу. Здесь равных не было фигуристам из Мордовии. Елизавета Романова и Валерий Назаров показали безупречный прокат. Второе место после короткой программы за краснодарцами Вероникой Миренковой и Данилем Галимовым – Валерия Хадыкина и Алексей Белкин из Москвы – третьи. В субботу 1 апреля девушки показывали произвольную программу. На первое место после двух программ вырвалась Маргарита Базилюк, Елена Костолева стала второй, а вот Дарья Садкова, допустившая пару ошибок, замкнула тройку. То, что Саранск принимает такой важный турнир – не случайно. Здесь достойные условия. А с Федерацией фигурного катания на коньках России сложились дружеские отношения. Саранск – очень гостеприимный город, и здесь достаточно уютно и удобно, поскольку здесь две площадки, и можно параллельно проводить соревнования и тренировки. В этот же день юноши выступили с короткой программой. 2 апреля юноши и пары покажут произвольную программу. В этот же день подведут итоги турнира.